Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфакт и сегодня у нас на обзоре отличный лазерный уровень Клубиона 3D12RC с красным лазерным лучом. Вот именно в таком дизайне. Скорее всего вы уже видели в такой конфигурации еще несколько приборов под названием КитАТЭК, Хьюпар, Ксиаст и еще парочка названий. Но на сегодняшний день самый доступный комплект предлагает именно Клубиона. Стоимость его до 6000 рублей. Приходит вот в такой безличной картонной коробке в очень классной сумке. В комплект входит магнитное настенное крепление, зарядное устройство и аккумулятор, вставленный в прибор, а также инструкция. Инструкция краткая на английском и китайском языке. Из инструкции можно увидеть класс лазера 2, погрешность плюс-минус 3 миллиметра на 10 метров, рабочий диапазон компенсатора 4 градуса, плюс-минус 1 градус. Тут почему-то написаны батарейки, на самом деле здесь идет аккумулятор. Время работы от комплекта батареек 12 часов при включении всех лучей. Рабочая температура от минус 10 до плюс 50, температура хранения от минус 20 до плюс 70. Длина лазера 603-670 нанометров. Погрешность вертикали плюс-минус 3 миллиметра на 10 метров, ну такая же собственно говоря. Рабочая дистанция 30 метров при освещении 100 люкс. 100 люкс это не яркое освещение, такое приглушенное ближе к темному. И защита от пыли и влаги IP54. Вот в принципе все, что мы можем узнать из инструкции. Так друзья и давайте посмотрим все поближе. Первая сумка сделана из такого приятного материала, здесь прорезиненная ручка, сумка компактная, закрывается на молнию отлично, то есть она довольно простая, тут всего два отделения, но тем не менее стенки такие плотные, в общем сумка на самом деле очень классная. Такое зарядное устройство и также является адаптером для работы от сети с такими данными, кому интересно можете посмотреть. Вилка идет сразу европейская, провод подключается через USB, то есть стандартный провод USB и на конце micro USB, то есть таких проводов дома у каждого я думаю по несколько штук лежит, поэтому даже если адаптер полетит, то найти новый не составит никакого труда. Вот такой аккумулятор 3,7 вольта на 5 часов 200 миллиампер часов. Вот такое классное магнитное поворотное основание, на мой взгляд одно из самых удачных решений, то есть магниты идут как снизу, так на этой поверхности. Здесь три резьбы, одна вот здесь 5,8 дюйма для установки на штатив, две резьбы снизу 5,8 дюйма и 1,4, то есть закрепить можно на любой штатив либо штангу. Также можно повесить на саморезы, либо на один, либо на два. Магниты очень мощные, из редкоземельных металлов, неодимовые, поэтому профилю к трубе будет магнититься очень сильно. Еще одна фишка заключается в том, что площадка поворачивается и плюс ко всему здесь имеется условная градуировка с шагом 15 градусов. И что самое примечательное друзья, сама платформа двигается довольно туго и из-за этого угол можно задавать не только по горизонтали, но и по вертикали, то есть при такой установке. Так друзья и сам прибор, сделан он очень круто, на самом деле качество сборки действительно очень высокое. Каждая башня закреплена на четыре винта, это тоже некое удобство. Здесь тумблер блокировки и разблокировки компенсатора, сверху находится всего лишь одна кнопка управления и два индикатора, разряда батарей и импульсного режима для работы с приемником. Но сейчас чуть попозже управление мы разберем. Снизу находится резьба 1,4 дюйма для крепления на штатив и батарейный отсек выглядит таким образом. Резиновой прокладки здесь к сожалению нет. В нижней части прибора сбоку есть гнездо для подключения зарядки либо работы от сети. Да друзья, сам клапан который закрывает гнездо не очень плотно прилегает, это конечно немножко расстраивает. Лазерные излучатели на красных уровнях используются в основном кристаллические и здесь они стоят скорее всего местного производителя. Но чуть попозже мы посмотрим толщину и яркость линий на разных расстояниях. Так друзья, сейчас предлагаю вставить аккумулятор и посмотреть какие у него есть режимы и как переключается плоскость. Так вот сейчас компенсатор заблокирован, кстати блокируется очень хорошо и чтобы включить прибор в режиме работы с заблокированным компенсатором нужно нажать на кнопку сверху. Сразу загорается все три плоскости и линия в этом режиме будет мигать раз в 5 секунд. Напоминаю вам о том, что вы работаете в спец режиме, то есть для разметки под наклоном. Далее нажатие на эту кнопку включит один горизонт, следующее нажатие оставит только переднюю вертикаль, следующее нажатие включится горизонт и вертикаль, следующее нажатие горизонт отключается, включается вторая вертикаль, работает только две вертикали и следующее нажатие работает все три плоскости. И далее по кругу, чтобы выключить прибор нужно зажать кнопку сверху на несколько секунд, все прибор выключился. Ну и давайте посмотрим как в обычном режиме, то есть вы включаете компенсатор, у вас ничего не загорается, сейчас компенсатор там свободно болтается, то есть на самом деле это не очень удобно и на мой взгляд не очень безопасно, то есть вы можете подумать, что у вас компенсатор заблокирован, положить сумку и поехать с прибором багажники, то есть тут нужно быть внимательным и постоянно проверять фиксацию маятника. Так, ну едем дальше, то есть вот компенсатор у вас разблокирован, нажимаете на кнопку загорается все три плоскости сразу, то есть нам нужно нажать еще раз и мы получаем только горизонт, нажимаем еще раз остается только вертикаль. Следующее нажатие вертикали горизонт, следующее нажатие две вертикали и следующие нажатие все три плоскости и далее по кругу. И опять же чтобы выключить прибор, мы должны сначала зафиксировать маятник и потом зажать верхнюю кнопку на несколько секунд. Только таким образом выключается прибор. На мой взгляд это конечно не совсем удобно, не очень продумано. Было бы конечно удобнее, если был простой и понятный алгоритм, как допустим у нового Firecore F93T, XG или XR, неважно, у них одинаковый алгоритм переключения плоскостей. Там конечно это реализовано намного проще и понятней и удобней на мой взгляд. Режим работы с приемником можно включить только при разблокированном компенсаторе. То есть вот сейчас компенсатор заблокирован, вам его не включить, потому что нужно удерживать кнопку, чтобы он активировался. Но в этом режиме вы будете удерживать кнопку и у вас уровень соответственно выключится. То есть сначала разблокируем маятник, выбираем нужную плоскость и зажимаем верхнюю кнопку на пару секунд. То есть должен загореться синий диодик и сама лазерная линия начинает гореть чуть тусклее. То есть вот вы перешли в режим работы с приемником до 50 метров в одну сторону. То есть диаметре это 100 метров. Для разметки на улице. Чтобы включить этот режим работы с приемником в заблокированном компенсаторе, просто вы проделываете весь этот алгоритм и потом блокируете маятник. Таким образом в режиме работы заблокированного компенсатора у вас включен и режим работы с приемником. Как вы помните из характеристик диапазон работы компенсатора плюс-минус 4 градуса, то есть при любом наклоне меньше 4 градусов он этот угол скомпенсирует и выровняет вам маятник в нужное положение. Когда наклон будет превышен, то линия будет просто мигать. Это говорит о том, что прибор нужно поправить. Устанавливается маятник, не скажу, что совсем быстро, но и не совсем медленно, в районе трех-четырех секунд после перестановки либо включения прибора. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, ну где-то 3-4 секунды. В принципе это нормально. Так, друзья, и давайте я покажу вам, что я имел ввиду под установкой вертикального угла на креплении. То есть вот я установил прибор в стандартном положении, я же говорил про вертикальный угол, то есть имел ввиду вот про такую установку. Также крепится на штатив, либо на магниты. Здесь, к примеру, вам надо выставить 45 градусов, вертикалью устанавливаете на 45 градусов и отпускаете прибор, то есть он фиксируется в этом положении. На мой взгляд, реально интересное крепление. Так, теперь давайте посмотрим, как он работает от сети. Так, вот я запитал прибор от сети, сейчас стоит внутри аккумулятор и идет по факту зарядка. То есть включаем, ну все в принципе работает, все то же самое. Теперь давайте посмотрим, будет ли он работать, если аккумулятора внутри не будет. Соединяем прибор и достаем аккумулятор. Так, и снова подключаем. Так, ну то есть, друзья, диод сейчас не мигает, а просто горит статично. И давайте попробуем включить. Все в принципе работает, все то же самое. То есть, друзья, от сети можно работать, как с установленным аккумулятором, так и без. Но, конечно, есть и минус, это то, что он не может работать от простых батареек. У него нет такого переходника. Так, друзья, и давайте посмотрим толщину и яркость лазерных линий на разных расстояниях. Возьмем метр, 5 метров и 15 метров. И сравним, давайте, с новым Firecore F93T-XR, также с красным лучом. Только у того стоят кристаллические модули от компании Sharp. И посмотрим, есть ли какая разница. Вот два наших нивелира. Можете сравнить их габариты. Действительно, клубиона 3D 12RC самый компактный 3D уровень на сегодняшний день. И давайте посмотрим толщину линии на первом расстоянии в 1 метр. Так, друзья, на одном метре показатели такие. Сверху идет Firecore, снизу идет клубиона. Лазерная линия от Firecore значительно тоньше, чуть больше миллиметра, а линия клубиона около двух миллиметров. Чуть-чуть поменьше. Да, можно сказать, что клубиона поярче, но у нее потолще линия и поэтому так кажется. Так, давайте посмотрим на 5 метрах. Так, друзья, на 5 метрах особых отличий не вижу. Возможно Firecore, который идет чуть повыше, линия все-таки немножко потоньше, но совсем чуть-чуть, если только. Но если говорить про яркость, то клубиона, которая идет снизу, она немного ярче. Так, и давайте посмотрим на 15 метрах. Так, друзья, на 15 метрах толщина у обоих, в принципе, одинаковая. Клубиона даже чуть поярче. Она идет снизу. И толщина в районе 4 миллиметров. В общем, друзья, уровень очень интересный на самом деле. Мне что только не понравилось, это алгоритм переключения плоскостей и минус в том, что нельзя работать от батареек. В остальном же просто отличный уровень. Интересный вариант за приемлемые деньги. Да, плюс ко всему я знаю, что он довольно легко истируется. В следующем видео мы проверим его на точность и посмотрим, что предлагается по истировке. Но насколько я знаю, здесь даже не нужно полностью разбирать корпус. А достаточно снять пару башен. Друзья, на этом все. Если видео было полезным, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на звоночек, чтобы не пропустить новые видео. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok